У нас очень интересный гость, гость, который, если я не ошибаюсь, находится сейчас в Испании, вот, и это очень известный российский актер, это Алексей Панин, ну, насколько я знаю, он даже обладатель государственной премии Российской Федерации, и это человек, который, ну, действительно, по-настоящему любит и ценит свою страну, он категорический противник того кошмара, который сегодня, ну, является российской властью, Алексей, здравствуйте, мы очень рады вас видеть, вы нас видите, слышите, нас видно, слышно, Алексей, да, видно, слышно, я, алло, нас видно, слышно, да, вот, по-моему, Ну, и мы вас слышим. Вы, я так понимаю, находитесь сейчас не в Российской Федерации? Да, я, во-первых, я очень рад, что вы начали с того, что, потому что сейчас очень много мне поступает в соцсетях гневных сообщений, что я всегда говорил против России, что я всегда ненавидел российский народ, и становится смешно, потому что я никогда не говорил ничего против России. Я никогда ничего не говорил против российского народа. Я выступал против той власти, которая находится сейчас в Кремле. Я выступал против кремлевского режима. Это да. Вот. И поэтому я как раз сейчас живу в Испании. Смотрите, я абсолютно согласен с вами, что как раз вы являетесь патриотом России, а не вот эта путинская комарилья, потому что они как раз ведут Россию к гибели, к санкциям. Они как раз и есть нарушители Конституции Российской Федерации. Это они нарушают закон, и они являются угнетателями русского народа и всех россиян. Это они послали на смерть своих ребят, которые уже более 10 тысяч лежат на украинской земле. И вот передо мной в эфире был Илья Пономарев. Это тот единственный депутат Государственной Думы, который проголосовал против аннексии Крыма. Он был единственный, кто, несмотря на то, что понимал, что его будут преследовать, воспротивился тому, что сейчас происходит на этой войне на нашей земле. Вы знаете, я с несказанным удовольствием, не знаю, как вы, Алексей, наблюдал истерику господина Соловьева. Он мне до такой степени напоминает вот такого персонажа, как Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Как он причитает, как он говорит, слушай, все, что значит, они по сильным трудам, все пропало. Два канала на Ютубе отечественных, две квартиры, два дома на озере Кому импортных, слушай, портсигарь золотых два, слушай, Путин пропал, один Путин, ну, совсем пропал. Вы знаете, я вижу, что на российском телевидении и в российском Бомонде происходит вот такое отрезвление а-ля персонаж Шпак. Они все начинают напоминать вот этого причитающего Шпака из известного фильма «Гайдая». Вот как вы относитесь к этой истерике? Ну да, он начал причитать, как Шпак, потому что у него все пропало. Он начал жаловаться, что... Вы знаете, в чем дело? Дима Гордон меня всегда подбивал на то, чтобы в наших с ним разговорах украинский журналист меня всегда подбивал на то, чтобы я что-то сказал Соловьеву. И я все время как бы разводил руками, потому что, а что ему говорить? Соловьев и так все всегда понимал. Владимир Соловьев относится к тем людям, которые цинично заливал в уши российскому народу и продолжает, наверное, заливать. Вот эту вот ахинею... Я сел в тихом месте, не было никого, и сейчас, как назло, пришла огромная компания испанцев, и мне, наверное, придется встать, потому что я не слышу ничего. Да, потому что я специально сел. Владимир Соловьев все это делал демонстративно... Ой, все это делал абсолютно цинично. Владимир Соловьев, в отличие от тех людей, которых можно хоть как-то оправдать, их позицию, списать это все на их необразованность или на их незнание, или на их какое-то... То есть здесь оправданий Соловьеву нет. Мне его абсолютно не жалко, и всем этим причитанием грош цена. Да, смотрите, мы увидели вдруг, что вот этот верный пес Путина, господин Кадыров, который распушал хвост, рассказывал, что он тут чуть ли не всех зубами порвет, отправил сюда своих вот этих разрекламированных бойцов. И мы с большим удивлением увидели, что кадыровцы, ну, собственно, не записали даже ни одного видео в бою. Мы видим, что они постоянно выкладывают видео, где либо они куда-то переезжают с места на место. То есть это, знаете, они напоминают таких цыган, которые умеют воевать в основном с женщинами, детьми, блогерами, журналистами. То есть они очень борзо себя ведут с журналистами и блогерами. Но почему-то, когда возникает перспектива встречи с украинской армией, они либо горят как головешки в своей технике, либо просто стыдно, ну, бегут. А как вы относитесь к тому, что вот эта вот путинская, вот эта бахвалящаяся система, как только она столкнулась с адекватным ответом, оказалось, что это просто трусливая хвора, свора тиктокеров и инстаграмщиков. Они герои исключительно в тиктоке и инстаграме. И вдруг на украинской земле оказалось, что никакого героизма в бою они не могут продемонстрировать. Для вас это неожиданность или вы всегда понимали, что это все фуфло? Я вижу это так. Сейчас, как я пытаюсь, я пытаюсь так, чтобы это не выглядело. Я удивлен, в хорошем смысле слова, и я радуюсь, что украинский народ действительно настолько сплотился. Я могу только стоя аплодировать украинскому народу, который показал действительно не какой-то придуманный наносной патриотизм, а действительно весь украинский народ вышел. Я считаю, что все эти сказки про нацистов и фашистов на Украине, в Украине, как удобно, это все миф. Я считаю, что, безусловно, в Российской Федерации, безусловно, есть профессиональные военные, которые обладают навыками, которые, безусловно, умевать. Но мы их как-то особо не видим. Мы видим плохо организованное войско, которое оказалось в абсолютно рассеянности перед реальным противником. Они терпят потери, несут потери. Это, честно сказать, очень приятно видеть. Жалко ребят, в первую очередь. Мне сейчас могут сказать, что они жалко тебе украинцев. Безусловно, здесь идет речь в первую очередь только об украинцах, что люди не... Почему убивают людей? Это что они сделали? Почему их убивают? Почему кто-то пришел для того, чтобы навязать им свою позицию, свою волю? Почему для этого нужно убивать? Но мне жалко, действительно, мне жалко этих пацанов, которых обманули и которых бросили туда, как пушечное мясо. Что и за что? Они за что страдают? За одного человека, который в Кремле принял это преступное решение, которое он взял на себя, это решение? Он решил уничтожить украинский народ и при этом еще угробить свой? Что касается кадыровской армии, я считаю, что и кадыровцы сломают зубы об украинский народ. Я абсолютно в этом уверен. Ничего никто не сможет сделать против целого народа, который в своей борьбе против оккупантов объединился. И я считаю, что украинцы не отойдут. Мне просто жалко, что каждый день гибнут люди из той и с другой стороны. Те, кто идут на войну осознанно, я имею в виду про русских, мне их не жалко. Там они должны остаться, на этой земле украинской. А вот этих пацанов, которых собрали по деревням, селам, они же, посмотрите, они даже плохо образованы. Они говорят-то каким-то, если посмотреть на ребят, которые там из Питера, они хоть как-то по-русски говорить могут. А здесь, кроме мата, вот Дима Гордон тоже выкладывал это у себя, и они как раз с Данилкой, с Андреем обсуждали. Посмотрите на их язык. Они, я не хочу никого обидеть, но они, ну не колхозник, ну как это сказать. Их собрали, запихнули, отправили. Да. Вы знаете, Алексей, я точно не знаю, сколько вам лет, но я не думаю, что у нас большая разница в возрасте. Я хочу, чтобы вот о чем мы поговорили. Когда-то в свое время, в 90-е годы, я часто печатался в журнале «Огонек» выходили мои работы, «Юность», «Собеседник», вся страна в 90-е годы, ну и даже раньше. Отноче меня, отноче меня. Вот там на балконе женщина, не знаю, видно или нет, она аплодирует, она слышит, что я говорю, это Испания. Ну, видимо, она русская. Да, слава Украине. Откуда вы? Она из Москвы. Прекрасно. Вот, посмотрите, она не сакуратурный человек. Это женщина из Москвы. Да. И вам привет. Ну, вы знаете, адекватные люди, конечно, существуют в России. Это, безусловно, и Шендерович, и Макаревич, и просто героическая Ахиджакова, и Гребенщиков, опять, и Юрий Шевчук. Но вот мой вопрос к вам. Когда-то мы все, в конце 80-х годов, в начале 90-х, мы все увидели правду о этом Советском Союзе. Мы узнали всю правду о Сталине, об вот этих концлагерях, о пакте Молотова-Риббентропа, об этих пытках, о Голодоморе, о том, что мы родились в ублюдочной фашистской стране, которую коммунисты на зло всему миру, вот этот вот гнойник распространяли. Как получилось, Алексей, что люди, которые ведь знали, что такое Советский Союз, им ведь рассказали, никто же не может притвориться сказать, что я не знал. Ну, я этот задаю вопрос нашим гостям. Если тебе объяснили, что Земля круглая, как можно опять поверить, что она плоская? Если ты знаешь, что 2 плюс 2 — 4, как ты можешь опять согласиться, что все-таки 2 плюс 2 — это 3? Как люди в таком количестве пошли и купились миллионами, десятками миллионов? Я еще раз говорю, я, во-первых, значит, сейчас как бы я пытаюсь это с кучей в одну собрать. Поверьте мне, я в силу своей профессии, тогда, когда я жил в Москве, во-первых, я хочу об этом сказать, чтобы мне тоже кто-то слышит, кто меня не любит. Я мне пришел, ты продался, переобулся. Я как раз не продавался и не переобулся, я свою позицию озвучил еще, живя в Москве. И я еще раз говорю, во многом из-за этого я потерял все и, честно говоря, особо и не жалею. Я в силу своей профессии объехал всю Россию и Украину вот так вот вдоль и поперек. Я был в таких глубинках, где дорог нету, они проявляются эти дороги, только когда лед встает на реке. Вот я уверен, что там люди даже не интересуются тем, что происходит в стране. Им просто даже не интересно. Наверное, когда-то люди, ну понимаете, ну если бы, я же тоже верил, и я же тоже с этим, как красным, с российским флагом кричал Крым наш. Но я же искренне кричал, я же действительно считал, что Крым наш, классно, все. Но потом я стал, я приехал в Крым свой любимый, пообщался с людьми, которые там живут, которые рассказали мне, как на самом деле все происходило в 2014 году и что происходит сейчас там. Я могу сказать, что они не рады приходам российской власти. Я пообщался с людьми из Донбасса и тоже узнал некоторые вещи, которые по телевизору не говорят. Потом, понимаете, я стал смотреть, искать разные независимые источники. И, понимаете, если бы люди посмотрели, может быть, интервью Литвиненко, покойного, убитого в Лондоне, может быть, Политковскую послушали, может быть, что-то захотели бы услышать про Беслан, Норд-Ост. Может быть, они бы как-то быстрее стали просыпаться, но, к сожалению, им все равно. И, к сожалению, я еще раз говорю, вот украинский народ, он показал себя... Да, для меня, меня тоже спрашивали часто, а вы считаете, украинский народ, белорусский, российский один? Для меня, рожденного в СССР, да, один народ. Вот. Но для меня не один народ, те, кто сейчас находятся у власти, и это для меня не один народ. Вот моя соседка, западная Украина, здесь вот памятная, мы с ней с утра-то не разговаривали. Она со мной один народ. Хотя вы говорите на разных языках. А вот с теми, с кем, как бы, я должен, вроде бы, быть один народ, я не хочу быть с ними одним народом. Я понимаю вашу позицию, и очень жаль, что немногие в России ее сейчас разделяют, но я уверен, что когда-нибудь большинство россиян поймет вашу правоту. И, как бы, вот вдогонку вашим словам, я хотел бы сказать, что Путин совершил невозможное. Ну, я не знаю, знаете вы или нет, но разница между, допустим, украинским и русским языком, значительно больше, чем между испанским и итальянским. Испанский и итальянский это родственные языки, но они очень разные, это два разных языка. Испанцы и итальянцы, безусловно, это не один народ, но это одна этническая группа. Но Путин совершил поразительную вещь. Еще недавно, вот две недели назад, в Украине было большое количество на востоке людей, которые относились, ну, знаете, позитивно или нейтрально позитивно к России, к российской культуре, к вот этому вот российскому нарративу они смотрели российские каналы. И вот прошло две недели, и они отказываются быть русскими. Они говорят, не обзывайте нас русскими больше никогда. Мы украинцы, у нас украинский паспорт. Еще вчера на них надеялся Путин. И вы знаете, поразительная вещь, Алексей, поразительная. Почему-то российская армия в первую очередь бомбит, обстреливает и уничтожает те города, где максимальное количество людей говорили по-русски. Это Днепр, это Николаев, это Мариуполь. То есть там, где русскоязычного населения действительно было большинство, по ним по-первых, полетели бомбы. Вот это для меня просто, ну, за пределами понимания. Ведь Путин и вся его вот эта камрилья, они все время гавкали в сторону западной Украины. А бомбить в первую очередь начали тех, кто говорит с ними, говорил на одном языке. На голову это не налазит. Я не могу этого понять. Как это? Это обида какая-то. Тут нечего понимать, как мне кажется. Ну, во-первых, называть сейчас себя русским. Ну, опять-таки, я живу в маленьком городе, и здесь люди украинцы знают мою позицию, потому что я выходил на митинги и до этого об этом говорил. Своё отношение к российской власти, к тому, что происходит в России. А сейчас, когда началась война, тем более. Как бы здесь у меня, как бы я, мне не приходится оправдываться. Но когда я встречаю иностранцев, и они спрашивают меня, откуда я, мне как-то неудобно говорить, что я русский. При этом, ещё раз говорю, я понимаю абсолютно, что русский народ не виноват в том, что натворил Путин. Ну, виноваты те, кто молчат. Виноваты те, кто... Молчание сейчас это равнозначно преступлению. И когда я вижу своих коллег, которые пытаются между струйками и вашим, и нашим, мне, конечно, это... Я не могу их упрекать, они живут в России, они боятся, но... Понимаете, не могу, не буду их осуждать. А причём бомбит, ну, наверное, как мне. У меня нет других объяснений этому. Мне кажется, что он действительно рассчитывал на этот быстрый захват, как орал Соловьёв истерил в своих программах «Мы возьмём Киев за три дня». Сейчас хочется прямо улыбнуться. Взяли, блядь. Вот. Они, наверное, рассчитывали действительно, что сейчас все понесут хлеб-соль. Путин... Я уже... Это уже говорили до меня. Путин настолько зол, обижен на Украину, на Зеленского, что... Он действительно... Шандерович об этом сказал. Майдан в 2014 году... Майдан. Это был его страшный сон. Он увидел, что может быть с ним. Я с вами согласен, да. Это был его страшный сон. И он решил задавить это всё на корню. Он аннексировал Крым. Он, наверное, думал, что это... И так сейчас это прокатит. Не прокатило. И сейчас он просто... Ему всё равно. Ему... Путину наплевать на человеческие жизни. Вот абсолютно. Для него это всё мусор. Солдатики. Если ему наплевать на жизни собственного народа... О какой Украине может идти речь? Вы думаете, что Путину есть дело до каких-то убитых детей? Да срать он хотел на детей. Срать он хотел на людей. Для него это мусор. Я с вами здесь соглашусь, что, конечно, да. Он будет бомбить всё, пока... Ему всё равно он будет уничтожать. И какие русские? Ему власть нужна. Если бы он одумал о русских людях, он бы не устраивал бы... Столько просрали денег за последнее время, которые можно было... Разве он не виноват в том, что у него воровали выборы, а он не вышел на Майдан, который выбросил этого Путина из власти, не довёл до конца Болотную площадь. Ведь ответственность за свою власть несёт народ, у которого эта власть уже 20 лет. Можно ли снимать ответственность с народа? Потому что пока народ не начнёт чувствовать эту ответственность, он не поймёт, что от него зависит всё. Вот мне кажется... Я много бывал в Москве, я знаю... У меня было много друзей в России, их больше нет. Но российское ощущение вот в глубинке, вот где-то внутри, что от меня ничего не зависит. А у нас наоборот, у нас уже 30 лет вот это ощущение зреет, что именно от меня зависит. И вот в Испании, где вы сейчас находитесь, вокруг вас испанцы, которые знают, что от них всё зависит. Они, вот ваши соседи, которые живут в соседних домах, убеждены, что от них всё зависит. И поэтому у них нет диктатора. Может быть, народу тоже нужно созреть и поумнечь? И ведь ответственность лежит солидарная на всех. Я именно об этом и хотел сказать. Сейчас сформулирую. С одной стороны, и я об этом тоже говорил в России, это коллективная ответственность. Я считаю, что народ виноват. Но вот когда я встречаю кого-то из русских там в Москве, и начинаю ему говорить, ну что ты не понимаешь, но ведь у нас нет выборов, у нас нет демократии, у нас нет свободы слова, у нас нету никаких демократических институтов, у нас у власти находится тиран, у нас у власти находятся не просто коррупционеры, которые воруют деньги из казны. Я ещё раз говорю, ну вы посмотрите фильмы о Нордосте, о Беслане, о взрывах домов на Каширке, ну посмотрите интервью Литвиненко, ну посмотрите, ну там всё объясняют, очень понятно становится, кто такой Путин и кто пришёл к власти. Это не просто коррупционеры, это язык не поворачивается сказать, кто это. И вот когда я говорю с каким-то конкретным человеком, он начинает мне приводить какие-то аргументы о своей семье, о своих детях, и мне становится его жалко, этого человека. А что касается, почему так, почему народ так себя ведёт, может быть генетическая память, может быть не так давно они помнят, ну может быть они помнят, ещё не пропало это ощущение, память генетическая не пропала, не ушла, что-то не так давно был Сталин, не так давно был ГУЛАГ, не знаю. Что касается Европы, то я был в гостях у своей подруги, она живёт, ну, в Марбее, и к ней приехал вдруг из Парижа, он русский, ну, выход, он родился в Париже уже, но он наш советский, он русскоязычный. И как раз были волнения в Париже, и он очень переживал по этому поводу, и он мне сказал такую вещь. Он говорит, понимаешь, мы во Франции, каждый из нас родился, даже он, который русскоязычный, мы родились с таким ощущением, что от нас что-то зависит, что каждый из нас имеет право голоса. А мы, наверное, родились вот именно и росли, что от нас ничего не зависит, и всё за нас решили и придумали там. Я полностью согласен с тем, что вы говорите, но, блин, я не возьму на себя право, ну, тогда я должен быть с автоматом в данную секунду, наверное, там. Я не просто, я полностью согласен о том, что мы говорим, но я не возьму на себя право обвинять вот в глаза конкретного Васю, потому что вот мы все в этом виноваты. Не знаю, как это правильно. И ваша мысль понятна, и я думаю, что зрители, особенно в России, которые вас услышали, должны тоже задуматься над вот этой ситуацией, потому что нельзя вечно возлагать вину на кого-то другого, особенно оправдывая тем, что вот ты часть народа, и ты как все. Ты должен быть как ты. Я хочу по этому поводу вспомнить гениальную фразу, которую сказал известный персонаж, которого звали Рэббет Зуси. «Дзуси сказал, когда я умру, Бог никогда не спросит меня, «Дзуси, почему ты не был Аристотелем?» Он скажет мне, «Дзуси, почему ты не был Дзуси?» «Почему ты не был сам собой?» Вот человек должен научиться стать самим собой, приложить усилия, чтобы стать личностью такой, которая в нем сидит внутри, не плыть по течению, не быть как все, а докопаться до своей сути, стать собой, иметь собственное мнение и научиться его отстаивать. Ваша фраза, которая мне очень понравилась, «все просрали, вот просрали столько денег», вот просрали столько денег. Я вам больше скажу, Алексей, просрали столько лет, просрали поколение, которое выросло вот в этом полусовке, просрали детство этих людей, то есть просрали возможности, просрали науку, проворовали, украли кучу денег, которые не пошли в науку, денег, которые не пошли в медицину, денег, которые не получили пенсионеры. И когда мы видим хваленую российскую армию, которую так расхваливали, посмотрите все, все газеты мира, первые полосы, что там пишут? Там пишут, что миф о величии российской военщины разрушен. Скажите, вот как удастся побороть вот это всеобъемлющее, пахнущее рогозиным, просрали. Мне очень больно, и я еще раз говорю, я об этом говорил в России, вот это все, о том, что мы сейчас сказали, осознавать. В России все были возможности пойти другим путем, но появился Путин, и привел за собой всю свою ОПГ. Я тоже считаю, что когда мне позвонили и сказали о том, что началась война, мы с женой Дмитрия Гордона еще в 3 часа ночи до российского вторжения, буквально за 2 часа, переписывались там по делу, и мы обсуждали определенные вещи, и мне Олеся говорит, он пойдет на Киев. Я говорю, да не пойдет, ну Олеся, ну невозможно. И утром мне уже сказали, что все это началось. Я клянусь, я еще не знал никаких потерях, никаких подробностей, что происходит. У меня была первая мысль в голове, ну вот теперь Путину пиздец. Я был уверен, что уже через день на улицах России, в российских городах вся страна выйдет и снесет его просто в течение, просто вот так. Ну я уже думал, ну ладно, там схавали Навального, схавали то, схавали пенсии, схавали эту Конституцию, ну все уже схавали. Ну это не простят, ну все же понимали, что происходит. И ничего. Вот ничего. И мне иногда безусловно в России есть огромное количество людей, которые все понимают и готовы выйти. Безусловно. Но это малое количество людей в общей массе, вот среди 140 миллионов. Я не знаю, у меня у самого немного руки, я развожу руками, что же должно еще с вами произойти. но я не знаю. Северная Корея должна наступить, чтобы траву начали жрать. Не знаю. Они не выходят. поверьте мне, что большинство людей думают только о себе. И они, даже мои знакомые, которые вроде как бы образованные, вроде как бы адекватно ко всему относятся. Леха, ну ты что, не знаешь, где ты живешь? Ну не надо, ну не надо. Это было тогда еще, когда я начинал говорить. Еще ни войны никакой не было. Ну ты что, не понимаешь, Леха, ну ты что, ну все все понимают. Удобно. Есть бизнес, есть деньги. Я говорю сейчас о своих... дети живут за границей, учатся. Все все понимают, ничего не хотят делать. Украинский народ, я тебе больше скажу, белорусский народ. Во-первых, я не верю ни в какую мирную смену власти в России. Не хочу сейчас, чтобы мне припаяли лишнюю статью, что я куда-то кого-то призываю, кого-то убивать, и кого-то... Я не верю ни в какую мирную смену власти в России. И не будет ее никогда. Люди никогда в России не знали, что такое выборы. У России всегда был царь. И в советское время, и до советского времени. Я вообще, честно говоря, еще даже когда война не началась, махнул рукой на этот народ. Ну, опять-таки, не на всех. Она... И я давно считал, что никогда в России ничего не изменит. Вот как жили, так и будут жить. Должны поколения смениться. Ну, не знаю, что говорить. Белорусы даже показали себя... Просто аплодировать можно, как они себя повели. Захлебнули. Не хватило, видимо, какого-то сильного предводителя, который повел бы их дальше. Ну, как-то... Не испугались, захлебнулись. Но у них была... Были все шансы изменить все. Даже белорусы встали, а русские молчат. У нас был сегодня с утра гость из Белоруссии. Мы тоже... Из Белоруссии мы обсуждали это, что вот эта интеллигентная попытка попросить культурно диктатора уйти, она не срабатывает. Диктатора надо выбрасывать, брать за шкварни, давать подсрачник, чтобы он летел дальше, чем видел. Потому что мирные революции не происходят, если диктатор скот. Я согласен с вами, что скота и ублюдка Путина нельзя попросить просто уйти, пожурить, объяснить, что он подонок. Я с вами... Вы знаете, началось это еще с Ельцина, потому что когда Ельцина расстрелял парламент, народу объяснили, что это нормально, хотя это было нарушение Конституции, он вытер ноги о Российскую Конституцию. Он фактически стал тогда преступником, но телевизор рассказал, что все нормально, все зашибись. Это люди схавали, пошли дальше и в конце концов, как гарантию своей безопасности, он себе забульбенил Путина. Очень интересный момент, который вы зацепили, что вот ваши знакомые говорили, ну ты все понимаешь, ну ты же знаешь, ну вот жизнь устроена так, ну мы же как бы приняли эти правила игры. Алексей, они ведь все, все до единого, ну начиная там от Патрушева, наверное, я уже не знаю про Шойгу, но вот вся вот это окружение, ну может быть, кроме 10-20 человек вокруг Путина, искренне считали, что это такая технология. Мы трепем народу фуфло, гоним фуфел, про вот эти скрепы, про вот эти вот, вот эту вот, ну вот эту вот, а на самом деле, мы просто таким образом получаем власть, и никто не собирается никуда идти. То есть все россияне, все ваши знакомые, они были согласны, мы делаем вид, что мы верим в это фуфло, косим свое бабло, мы принимаем эти правила игры, и клали мы на все законы, потому что так удобно жить. И вот как они теперь собираются дальше, ведь у них, де-факто, заберут сейчас весь комфорт, я имею ввиду, Москву, Санкт-Петербург, большие города, компании, вот тех, кто действительно, вот этот средний, вышесредний и богатый класс, вот те, кто не в сортире срут, простите меня, а ходят на унитаз, те, кто привыкли детей, вы правильно сказали, учить в Лондоне или в Нью-Йорке, вот они наконец поняли, что они доигрались? Я думаю, что они поняли, но я думаю, что они поняли, что они очень многое потеряли, но я считаю, что они все равно сейчас думают о том, что голодать не будем, потому что у нас уже есть накопление. И вот это вот острое осознание голода и опыт, в буквальном смысле этого слова, у этих людей не пришло и, наверное, не придет, потому что у них есть кубышка, в которой что-то все равно лежит. Ну, может быть, там не миллион долларов, но хотя бы тысяч пятьсот. Или там, ну, я думаю так, никуда они не пойдут и... я не знаю, я в том-то и дело, что я не знаю, как нужно, кому нужно что-то сделать, какой должен быть сейчас путь, я не понимаю, я не понимаю, еще раз говорю, я был уверен, что после начала войны люди выйдут на улицы, не вышли. По поводу диктата, ну, блин, каждый думает, что со мной это не случится. Ну, я сомневаюсь, что Владимир Путин не видел кадры, как закончил свою жизнь Чаушеску и его жена. Я думаю, что Владимир Путин наверняка это видел, там более чем популярным языком все показано и рассказано, и есть видео, как он закончил свою жизнь. Наверное, Путин думает, что со мной это не случится и я-то особенный. По поводу накоплений, я уж не знаю, может быть, вы не слышали, но сейчас издан указ о том, что если у российского чиновника на счетах находится денег больше, чем его три годовые зарплаты, то будут производить изъятия, А ведь власть Путина держится на лояльности вот этой армии чиновников, которые его подельники, которые в этой системе разворовывали бюджет Российской Федерации. Потому что как только выделялись вот эти вот субвенции, субсидии, трансферы из бюджета в министерство, ведомство и места, сразу же выстраивались очереди к обнальщикам. То есть сразу же обналичивали и они брали вот эту свою ренту за свое чиновничье место. Путин приучил их к этому. За это они были Путину благодарны, были ему верны достаточно многие и серьезно и считали, что он их защитник, отец родной. Если у Путин у них и накопление заберет, они тоже будут жрать ту же самую постную репу, подобострастно смотреть в глаза. То есть их халуйство и здесь не закончится, если их обдерут как липку. Ну накопление же можно и забрать, можно изъять машины, изъять недвижимость. Ведь Путин видит, что халуйов-то наплодил много, что он задавил вот это гражданское общество. До какой степени вот об этих людях, о которых вы говорили, до какой степени о них можно ноги вытирать? Сейчас, я постараюсь ответить на ваш вопрос, не как, опять-таки, политолог или какой-то эксперт, я постараюсь на наглядном примере, чтобы было понятно. Все мы с вами помним покушение на Гитлера, в том числе та самая известная операция Валькири. Я не могу там сейчас назвать имена этих генералов, но были генералы, которые до последнего говорили. Штаутенберг, который покушал. Болтонник Штаутенберг, он как это все взял на себя самое ответственное. Если вы помните даже фильмы, а это все по историческим документам, они уже кому-то из генералов приходили и говорили, ну ты с нами? И он говорил, пока я точно не узнаю, что он умер, Гитлер, я не подпишу. Ну я с вами, я этого не говорил. Но пока он не будет мертвым, я это не подпишу. Так и здесь. Я сейчас опять не про смерть. Я сейчас говорю о том, что я думаю, что безусловно появится, наверное, должно так появиться, какая-то ударная группа, которая возьмет на себя ответственность, возьмет на себя какую-нибудь инициативу, но большинство, как бы им не закручивали гайки, все равно будут молчать и ждать вот именно до последнего, пока им не скажут, что все, вот, все. То есть, вот, они будут молчать. Они могут кивать, соглашаться, говорить, да, мы согласны, мы все, 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 но они будут молчать. Мне так кажется. Я услышал ваше мнение. Смотрите, есть еще один институт в любой европейской стране, в Америке. Этот институт присутствует в России, причем много лет. К сожалению, он не самостоятельен. Это институт, который должен власти противостоять, власть контролировать, причем это даже не оппозиция, это церковь. Гундяев недавно мне, ну, я чуть со стула не упал. Реально, я это, когда услышал, я не просто офигел, у меня дар речи отобрало. То есть, Гундяев нам вдруг объяснил, с какого хрена, вот, с какого бодуна это произошло. Объяснение Гундяева, ну, просто в забудыхание спирает. Он сказал, что эта война начата для того, чтобы в Донецке не проходили гей-парады. Занавес. Ну, еще раз, это отдельная тема. Я говорю на простом языке, там, Испания, Франция, любая страна. Ну, насколько вы знаете, я не знаю, насколько знают люди, в июне считается во всем мире, как бы, месяц солидарности с свободой, с ГБТ-движением. И если в июне пройтись по испанским, любым европейским городам, на многих балконах несят радужные флаги. Это вывешивают не геи, не лесбиянки. Это просто люди вывешивают эти флаги в знак солидарности вот именно к свободе, любви, такому, да, как вы можете объяснить, как объяснить русскому человеку, что геи совершенно не собираются воевать с Россией. Что как можно объяснить российскому человеку, что гей-парад, вот у меня есть друзья, которые живут в России, которые не имеют отношения к ЛГБТ-культуре, но они попадали случайно на гей-парады в Париже, и они возвращались абсолютно в восторге, потому что это праздник, это как бразильский карнавал, там нету никаких извращений, там нету никаких, там, это просто праздник, туда приходят с детьми, с цветами, с шариками, с фонариками, люди радуются жизни. А как это объяснить россиян? ну, я не знаю, у меня, понимаете, для меня это настолько очевидная вещь, что я не могу, мне сложно достучаться до русских, которые живут опять в каких-то глубинках, и которые с утра до ночи слушают телевизор, Соловьева, Скобееву и прочий сброд, ну, им сложно что-то объяснить, у них, а на чем, как еще можно сплотить общество, если жрать нечего, страна ничего не производит, все разворовали, остается борьба с пидорасами, потому что они пидорасы и хотят нас захватить, остается у нас там еще остается скрепы церкви, блядь, ну, я еще раз говорю, у меня даже начинаю материться, извините, ну, поверьте мне, вот у нас здесь нудистский пляж, вот там прекрасно существуют геи, не геи, обычные люди, там, натуралы, все, тут же церковь, ну, не тут же, не на пляже, и поверьте мне, что там, на нудистском пляже, что в церкви полно народу, и это не значит, что нам пытаются объяснить, что Европа продала христианские ценности, еще что-то, вот я химею, понимаете, объяснить, это очень, это самые простые манипуляции, которые можно производить народу. А насчет христианских, да, да, смотрите, насчет христианских ценностей, вы знаете, я долго жил в Германии, я долго, очень долго жил в Америке, и я обратил внимание, что как раз христианские, это ценности, они вовсю работают в этих развитых странах, там нету попов на пятисотых мерседесах, там действительно монахи не отжирают себе животы, а ухаживают за больными, они действительно являются институтом, независимым от государства, и скажем, вот как в социалистической Польше, церковь противостояла коммунистическому режиму, церковь никогда не отрекалась от постулата, что Богу Богово, а Кесарю Кесарево. Русская православная церковь, она всегда была обслуживающим персоналом, и вот лично вы ожидали от Запада, для вас это стало сюрпризом, такое единство в противостоянии с путинской вот этой вот вот этой вот кошмарной бедой, вот такая поддержка Украине, вот весь мир в один миг возмутился, и я шучу в своих программах, что мы уже не перечисляем санкции, кто объявил санкции, и говорю, давайте мы коротенький список наконец покажем, кто еще не объявил санкции, потому что скоро на вопрос, а сколько санкций объявили России, мы скажем всего одно слово, все, вот единство с Западом, вам было сюрпризом? Нет, честно говоря, не было сюрпризом, потому что, ну еще раз говорю, как мне кажется, я может быть не увидел, можно закрывать глаза на какие-то внутри, это, как это объяснить, внутри страны какие-то вещи, да, там Навальный, там понятно, что возмущались люди, Ангела Меркель, понятно, что, но все равно это там где-то у вас, а здесь, когда человек, президент ядерной страны творит такое, то, наверное, как бы тут уже, как бы, не то, что это скрыть, как бы мимо этого отмахнуться, просто, мне кажется, уже невозможно, что будет дальше, да, у всех разумные, я, поверьте, вот здесь, живя в Испании, я еще об этом говорил часто, я про Россию, вот здесь, там, по телевизору, или как-то, я вообще не слышал, что происходит в России, они занимались, в то время, когда наша пропаганда с утра до ночи трубила про Запад, про то, что НАТО, нас там не любят, кругом геи, нас хотят напасть, церкви, поверьте мне, я не знаю, как в других странах, но в Испании все занимались своей жизнью, я с ним договорю, я с ним договорю. Я с ним договорю. Что происходит в других странах, их налоги, их там, медицина, и вот сейчас по телевизору, по радио, не просто с утра до ночи, ну не с утра до ночи, но постоянно говорится слово Россия, Россия, Путин, 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 Украина, Украина, Россия, Россия, Путин. То есть сейчас уже никто не остался равнодушным. И меня не удивило, меня бы удивило, если бы этого не произошло. Я очень жалею, что у России, ну это опять-таки, это сейчас такое эмоциональное, дилетантское, но я очень жалею, что есть ядерная бомба, потому что если бы у России не было ядерного оружия, то всю эту херню можно было закончить уже на второй день. мы еще раз увидели боеспособность, о чем мы поговорили, нашей российской армии, в первую очередь сухопутной. И, конечно, если бы, я понимаю, что никто не будет воевать с ядерной державой, потому что все прекрасно понимают, что после всего, что произошло, этот человек может нажать на кнопку. Но если бы не было этой пресловутой ядерной бомбы, то можно было бы спасти огромное, огромное количество человеческих жизней жителей Украины и этих дурачков-солдатов, которые поперлись туда. Вы знаете, мы тут видим очень много разного видеоматериала, разных историй. И ведь поразительно, что иллюзии Путина, иллюзии его окружения были настолько далеки, что у нас разгромили колонну, в которой в Украину шла полицейская амуниция. То есть это были дубинки, щиты, шлемы, наколенники для полиции, чтобы разгонять демонстрация, которая должна вот как бы если они будут короновать Януковича или Медведчука, то будут протесты, и чтобы эти протесты разгонять. Это все сожгли к чертовой матери, лежат трупы этих ментов. Параллельно нашли то, что приехала военная парадная форма. То есть они всерьез, на полном серьезе, собирались проводить парад на Крещатике и буквально через три дня после начала операции. Скажите, пожалуйста, вот вы, ну, понимает ли мир и Путин, ну, то, что мы понимаем, что никто не может отдать приказ украинской армии сложить оружие. Зеленский не в состоянии отдать такой приказ, его никто не исполнит. Это Путин может дать приказ и армия исполнит. Если Зеленский отдаст такой приказ, в этот же самый момент он перестанет быть президентом автоматически. И Зеленский боится своего народа. И в этом разница, а Путин не боится. Вы понимаете, в чем разница? Зеленский не посмеет, а Путин посмеет все, что угодно. Вот эта разница, разве она не есть главным краеугольным камнем в менталитете народов разных уже, по сути, диаметрально противоположных народов? Мы с этого и начали говорить, когда говорили о Кадырове, о его войтах, обо всем. Украинцы сейчас воюют за свою страну, за свой дом, за своих детей. А российская армия воюет непонятно за что. А что касается, вот о чем вы сказали, что конечно же Путин считал, что украинский народ можно сейчас быстренько взять и загнать в стоило. У него просто, мне кажется, вообще мозг по-другому даже не работает. Ну как, у него же все понятно. Кто-то вышел, что-то не так сказал, сразу всех автозаки, сразу новый закон, молчать, язык в жопу. Это же все. У него отработанная система борьбы уничтожения собственно народа. Он, естественно, не мог поверить в том, что вдруг вся страна встанет. Да. Ну, мы уже будем... Мы в Львовске работаем в программе. Да. Знаете, мы будем заканчивать и я бы хотел в конце нашей программы рассказать, что, ну вот, всегда на войне есть юмор. У нас говорят, что больше всего в Украине обиделись работники военкоматов, потому что оказывается, когда надо идти служить в армию, то все кругом сплошные больные. А когда надо идти на войну и убивать врага, так все здоровые. Ну, и еще один такой момент, что у Лаврова на переговорах было пять условий к Украине для того, чтобы вывести войска. Это деноцификация, демилитаризация и три Биг Мак Миню. Одно для Лаврова, второе для Путина и третье для Шойгу. Я очень вам благодарен, что вы провели с нами вот этот час. Я абсолютно... Да, говорите, говорите. Я хочу сказать, что если кто-то нас сейчас смотрит из русскоязычных людей, в первую очередь, нет, всех русскоязычных, кто живет в Испании, мы это анонсируем, и Дима Гордон спасибо ему об этом сказал, 12 марта, в субботу, у посольства Российской Федерации в Мадриде состоится митинг, который организовали именно россияне, ой, в смысле россияне, уже разживут в Испании, наверное, уже не россияне, а просто русские, которые организовали именно русские люди, и этот митинг как раз против путинского режима в поддержку украинцев, то есть, естественно, мы зовем всех и украинцев, и белорусов, но именно хочу отметить, что это в первую очередь организовали русские, потому что то, о чем мы как раз и говорили, мы должны выйти, должны говорить, понятно, конечно, нам здесь проще, нас никто не загоняет в автозаки, но молчать нельзя, вот. Все, да, огромнейшее спасибо, Алексей Панин, будем вас обязательно приглашать гостем нашего